Ну что ж, доброго дня, уважаемые радиослушатели, присоединившись к ним телезрители телеканала САХА-24. Меня зовут Ирина Ефимова. Помогают мне вести эфир два режиссёра, два Юрия. Юрий Чекуров, режиссёр радиоэфира, и Юрий Босиков, режиссёр телеэфира. И студия у меня Вайнер, ключевой игрок сборной команды КВН Якутска Северо-Восточного Федерального Университета Виталий Щёгин. Всем привет, Виталь. Всем привет, всем привет, подписчики мои любимые. Сколько у тебя, кстати, подписчиков? У меня лично 19 700 вроде. А то, что вот Вайны вы снимаете, это отдельный канал, да? Да, у нас отдельный канал, страница, там 50 тысяч подписчиков. Ну, в основном с города Якутска, с республики. У нас подписываются. У нашего канала, ну, как бы, юморной характер, как бы, мы снимаем смешные Вайны в видео, а также пытаемся снимать смешные рекламы. Вот так вот. Смешные рекламы – это реальные рекламы или это просто пародия? Нет, это реальные рекламы, да. К нам пишут магазины различные, заказывают у нас в Вайну очень много, у нас очередь целая. Ну, снимаем смешно, показываем продукт или какое-то помещение, или что там, ну, что надо будет это рекламировать. Ну, делаем это достаточно смешно. Из-за этого люди смотрят, радуются, подписываются. Главное, не отписываются. А вообще, темы Вайнов как придумываются? Ну, тема Вайнов вообще на ходу, по идее. По идее, вот, если конкретно реклама туда, это на ходу. Мы приходим именно в магазин какой-то, например, одежды. Нет, давай не про рекламу, а то сейчас меня подтянут за то, что я тут рекламирую ваши услуги. Давай просто про смешные видео. Ну, смешные видео в основном, когда идёшь по городу в наушниках, слушаешь прекрасную музыку. Когда настроение есть, у тебя, ну, и мысли как бы хорошие идут, и шутки сами-таки прут. Записываешь, достаёшь телефон и начинаешь записывать всё это в заметки. А потом рассказываешь сюжет, сценарий своим друзьям, они одобривают. У нас там саморедакция своя есть, ну, среди команды своей. И всё, говорят, смешно, не смешно, что добавить, что-то, как, какие треки подобрать. И начинаем снимать. А вот эти ребята, с которыми ты делаешь вайны, это те же самые ребята, с которыми ты в КВН играешь? Да, с командой КВН сборная Якутская СФО. А сколько вас там человек вообще? По идее, основных три. Но у нас также есть, помимо актёра, девушка одна, Дайана, и Кирилл Баредянин. У них такие роли, как сказать, ну, иногда приходят, когда именно эти типажи людей нужны. Как сказать? Да, сейчас объяснить не могу. А так, у нас, да, есть оператор, монтажёр, отдельный человек. Это Макс Абремян. Абремян, по кличке, назвал его Абрамов Максим. Да, очень, у него руки золотые, вообще, всё, что надо, что музыку конкретно подберёт. Молодец в этом плане человек. А снимаем всё сами, на телефон. Вот так вот, без каких-то там спецоборудований, там, без ничего такого. Даже свет, такого света нет. Ну, вот так вот. А ты центральный актёр, да? Да нет, я не сказал бы, что я центральный, мы втроём, как бы, зависит от сценария, вообще. Нет, но у тебя есть вот такой вот персонаж твой? Да, у меня есть персонаж, вот дядя Лёня, известный такой, который разговаривает. Здорово, молодёжь, как дела там? Чё делаете? Ну, типа, такой дяденька, образ дяденьки, такого среднего, российского мужичка такого. А так, образы бандюга на всяких разных есть. Обычно, как всегда, как можно по мне видеть, я играю от толстых людей. Ну, так вот. Но, если вернуться к КВН-у, вы недавно съездили в Сочи? Да, на сочинский фестиваль ежегодный проходил в городе Сочи. В этом году, к сожалению, мы не попали на Гогова-концерт. В этом году где-то около 25 команд попало на Гогова-концерт. Из 700 команд вроде со всей России, а также страны СНГ, в том году нам удаловалось попасть на Гогова-концерт. Мы попали, мы нас снимали, чтобы потом в дальнейшем показать в эфире. Но в дальнейшем нас вырезали из эфира, так как эфирное время очень короткое было. Все новенькие команды вырезали. Ну, ничего страшного, зато мы попали в премьер-лигу к младшему Маслякову Сан Санычу. В одной восьмой премьер-лиге сыграли в Москве. Что, продули? Да, продули. Ну, как-то странно, мы не были готовы, слишком крутые команды были. Наша вина, конечно, была в том, что мы... Не знаю, короче, объяснить себе могу. Ну, вообще, что сейчас в якутском КВН-е происходит? Я знаю, что он внутри города, внутри республики довольно-таки развит. Да, очень развит. У нас... Какие-то школьные игры постоянно проходят. Да, у нас очень много лиг вообще. Есть отдельно школьная лига, есть студенческая лига. Ну, студенческая лига, это как... И студенты могут играть, и взрослые, там, ограничений такого нет. У нас студенческая лига, получается, три лиги. Это Сахаковэн, это с республики всей... Это именно на якутском языке проводится Сахаковэн. Потом региональная лига Якутия, это вот самая главная лига наша. И лига СФУ среди студентов СФУ. А региональная лига, она именно завязана уже на премьер-лигу, да? Нет, не премьер-лига, она уже официальная лига в Амике. Она уже в списках Амико официальных. И победитель региональной лиги Якутия летит, чемпион, получается, летит в город Сочи и представляет региональную лигу Якутия, город Якутск. В город Сочи на фестиваль? Да, да. Вот как вы слетали? Да, как мы. То есть вы были чемпионы? Да. Или просто? Нет, как бы есть... Каждый желающий, по идее, летит, но как бы региональная лига оплачивает билеты. А, то есть если ты выиграл? Да, если выиграл, да, ты получаешь пучёвку за счёт организаторов. Да. Вот так вот. И к этому нужно весь год готовиться, стремиться там и так далее. Да, стремиться сначала попасть в финал, потом выиграть в финал. Это не так лишь легко. У нас очень, кстати, у нас КВН очень сильно развит, и у нас команды прям крутые. Я вот сравниваю с российскими командами. У нас реально планка такая, грубо говоря, задрана. Планка у нас. Но если у нас такая высокая планка, то почему наших не показывают? Почему наши не пробиваются, не выигрывают? Не знаю. Не, ну, как сказать? Я не могу ответить очень серьёзно на этот вопрос. У нас свой характер юмора. У нас, как у нас в КВН называются, это гэги. Это всё связано на движениях. А вот российский КВН именно любит литературу. Именно текстовой юмор. А у нас, как бы, расположенности к этому нет. Вот видите, язык заплетает. Всё на движениях, всё. Карапульки, мультик показываем, движения там. Он на гэгах как бы. То есть у нас свой характер регионального юмора. Да. Как бы азиатский такой юмор. Также если нас сравнить с юмором, например, Харамарин играет команда из Бурятии. Или с казахстанами, у нас юмор такой азиатский, и он похож. У нас такой, всё быстро показать. Ну, такой весёлый юмор. Дурки, дурки такие, дураческий юмор. Но он в народе, да, он народ любит такой КВН. Но жюри нет. Ну, опытных КВНщиков нет. А может быть тогда нужна какая-то не региональная, а какая-то азиатская лига внутри? Ну, азиатская. Ну, вот Саха-КВН. Вот он азиатский КВН. Нет, чтобы друг на друга смотрели вот с теми же бурятами, казахами. Кстати, где-то там есть такой именно среди стран СНГ вроде такие проводятся. Ну, азиатские такие. Но мы живём далеко. Зачем нам стремиться лучше на Первый канал в Москву, поближе там сразу на Россию выйти. Ну, вот так. А зачем это вот лично тебе? Вообще КВН? КВН, да. Что для тебя это? Да я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. И начал играть ещё со школы. Меня учительница привела туда. Ну, привели из-за типажа? Да, нет, я был активистом в школе просто, да. И типаж тоже сыграл свою роль, конечно. Сейчас я не могу без КВН, я не знаю, почему. Это привязанность какая-то. Всё-таки иногда ненавижу этот КВН из-за того, что времени не хватает на личную жизнь. Но всё-таки всё равно тянет этот КВН. Какая-то магия, вот как магнит КВН. Другими словами не объяснить. Но есть такое выражение, что бывших КВНщиков не бывает. Это согласен ты или нет? Согласен. По-любому согласен, да. Если даже бросишь КВН, я думаю, всё равно в дальнейшем будешь ходить. Даже если не играешь в КВН, всё равно думаешь, ходишь, там, миниатюры, там, вернуться бы в КВН или нет. Всё равно, да, тянет. Вот так. А тогда цель какая, если цель не попасть на Первый канал? Высшая лига. Я думаю, цель всех КВНщиков – это стать чемпионом Высшей лиги. Вот так вот. Ну, те, которые вот каждый год, у Большого Маслякова… Да, да. Каждый год выигрывают финалы. Стать чемпионом. У меня тоже есть такая мечта. Я думаю, у каждого КВНщика есть такая мечта – стать чемпионом Высшей лиги. А почему вот там постоянно одни и те же бывают лица и команды? Лица и команды в КВН? Я не сказал бы, что одни и те же лица. Да, они играют каждый сезон, они, значит, не становились чемпионами. Если становились чемпионом, уходят с КВН Стали, у них нет такого, что всё, вы не должны играть. У них есть такое, да, то, что они пропускают сезон, но нет такого, что всё, не возвращайтесь. Они могут вернуться, да. Но, не знаю, после этого они уходят на ТНТ, там, другие каналы, СТС. Они становятся авторами или же актёрами этих сериалов, там, всяких телепередач. Да, КВНщики – очень востребованный народ вообще в телевизоре, вот так вот в России. А ну, а наших КВНщиков привлекают на нашем уровне к тем же сериалам? Да, конечно, да, да, вот мне тоже пишут всяких там сериалы разные и на якутском языке, и на русском. И, кстати, в фильмы зовут участвовать в роли, там, кому-нибудь, ну, роли предлагают разные, сценарии высылают. Я снялся вот в одном сериале. В сериале снялся, осенью выйдет. Ну что ж, вернёмся к этому разговору после короткого перерыва на рекламу. Оставайтесь с нами. И прощайтесь, я здесь ещё. Ну что ж, мы продолжаем разговор наш с Виталием Щёкиным. Это КВНщик, вайнер. Вот поэтому хочу вернуться к вайнам. Наверное, не вся наша аудитория знает вообще, что это такое. Мы так лихо с тобой переграем этим понятием. Что такое вайн? Вайн это шестисекундный ролик, это именно в Инстаграме. Ну, начинался он, по идее, не в Инстаграме, а именно приложение было шестисекундное. Поначалу вайн отдельное предложение, потом оно как-то плавненько перешло в Инстаграм. Так сначала было 15 секунд, уже стало легче. На 6 секунд юмор там впихнуть, это очень сложно. Потом в 15 секунд, да, так прикольно стало. Но всё равно тоже чего-то не хватало. И потом добавили минуту в Инстаграм. Самое то, я думаю, это золотая середина. Всё можно вместить в сюжет, сценарий. Ну, всё. Прям всё можно этим показать. Минуты это... Минуты хватает. Да, хватает, да. А, то есть вайн это было приложение такое? Да, вайн это было приложение именно. Вот почему, наверное, вайны так популярны. Кстати, только что возникла у меня такая теория. Мы же до этого говорили об особенностях азиатского юмора, да? Когда нужно выскочить, быстро что-то изобразить. Да, что-то показать. И быстро бежать. Вот поэтому, наверное, вайны так и популярны как раз у... У азиатов, у казахов. Да, вот среди казахов очень много можно встретить в интернет-пространстве азиатов. Батыров даже всякие там. Кто там? Куиксы, Эльдана. Все азиаты. Заметели, да? Все азиаты. Ну, так вот. Как раз вот, наверное, с этими особенностями национального юмора и связано, да? Да. Объяснить это невозможно. Ну, да, мы любим мультики. Мы любим покрывляться на камеру, на видео. Я надеюсь, кто-то меня там смотрит. Всем привет хочу передать. А на кого ты сам подписан? На кого? Ой, много. Ну, как бы... Я на иностранцев в основном подписан, на Кингбэша, тоже известные вайнеры. Известный вайнер. А так на родственников, на друзей. Все. На рэперов всяких. Ну, 50 тысяч подписчиков, это, в принципе, по якутским меркам, это довольно много. Да, но это не у меня 50 тысяч, это у Хитсвайна, да? У канала, да? Да, у канала Хитсвайн, да, 50 тысяч, это нормально, да. У Данзела 100 с чем-то там, или 200 тысяч уже, да? Переводила уже. Ну, далеко за 100. Да, да. Ну да, по якутским меркам это очень даже нормально, это очень даже круто. Я надеюсь, со временем Инстаграм станет еще популярнее. Я надеюсь, каждый второй потом будет уже пользоваться Инстаграмом. Это очень такое крутое приложение. Все там сейчас, вся реклама там, все там, вся красивая жизнь там. Ну, а вот канал на Ютубе, то есть есть же видеоблогеры, которые на Ютубе каналы заводят, да? А Вайнер это особая каста такая. Да, да. Вот в чем различие? Ну, как бы в Ютубе можно больше углубиться побольше, как бы там же не минута, а там как бы можно хоть сколько снимать. Лишь бы смотрели на себя. Лишь бы было интересно, там можешь снимать. Ну, как бы в Вайне за минуту не успеешь там рассказать, там, ну, провести блог свой, как бы вести блог, видеоблог. Нельзя, я думаю, за минуту там что-то рассказать, успеть. А вот, да, в Ютубе, да, можно. Ну, возможности больше в Ютубе, я думаю. И популярность даже легче приходит в Ютубе. По популярным запросам там выскачиваешь, выскакиваешь. Ну, вот так вот, и на тебя подписываются. Ну, почему бы тогда вам туда не переместиться? У меня, как бы, да, у меня есть идеи, у меня есть в дальнейшем проекты. Ну, они все в голове, конечно. Ну, в дальнейшем будут, да. У меня, как бы, есть канал. У меня, кстати, у нашего видео есть миллион просмотров. Это мы с командой КВН-чуваки местные сняли видео про Форсаж. Пародию на Форсаж. На фильм Форсаж. Да, пародия, нет, там не совсем похоже, да. Чисто КВН-овский такой, тема игры. Это был полуфинал, видеоконкурс у нас был. Пародия на всякие разные фильмы. И мы вытянули Форсаж этот. Окей, у других там был... То есть он достался просто нам? Да, достался, да. А у других там Микс Мэна, какие-то еще другие фильмы. Я думаю, ага, Форсаж, окей. Все, и начали снимать. Сняли за буквально три дня. И все, и выиграли игру, получается. Потом как бы игра проходит. Я решил, а что бы не залить? Я заливаю его. Смотрю, народ начинает смотреть его конкретно. И на местных сайтах там начали его распространять. По WhatsApp он начал летать везде. Все друг друга отправляют его. И все, и миллион просмотров в YouTube. Ну, как бы не сразу же, бом, миллион. А, со временем так. У меня, кстати, вот в Сочи недавно, прикиньте, иду, гуляю по сочинскому парку. И ко мне парень подходит. И сестра его стоит, фоткает меня. Я думаю, что они меня фоткают? Обычно в других городах меня не узнают. И стоят, фоткают, фоткают. Парень говорит, можно с тобой сфоткаться? Я говорю, конечно, давай. А с кем ты меня перебутал, да? В голове мысль такая. Да, я говорю, а ты подписан, что ли? Да, говорит, в YouTube тебя видел. Я говорю, ничего себе. Да, масштаб YouTube, конечно, крутой. А в чем там был... В чем там смысл был пародия? Да, просто всякие там, как сказать, фразы. Вот это Доминика Торетто всякие. Я был типа Пол Уокером. Ну, типа главным актером «Форсажа». Тоже были тачки там. На якутский лад мы там поднимали, говорю, капот. И там, о, смотри, что у меня под капотом. Там же в фильме говорят, открывают капот, у них там двигатель. А мы открываем тут, а у нас войлок лежит. Ну, грубо говоря. Ну, такие якутские приколы свои вставляем. Переделываем песни, поем там. Крывляемся, в машине сидим. Ну, это забавно, смешно. Как бы на этом уехал видос. Какие-то еще идеи есть? Вообще в голове, да, много чего. Я хочу сейчас снимать... Как это принято спрашивать, ваши творческие планы? Да, у меня идеи были всякие клипы снимать, смешные. Но этим занялся уже другой человек, Аял Адамов. Это у меня было вообще давно, 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 давно. Но со времен школы я еще думал снимать клипы качественные. Потом появились всякие группы Хлеб. Не слушали, наверное, да? Да, тоже бывшие КВНщики. Они начали писать крутой рэп. Смешной, крутой, качественный клип. Но слова у них такие тупые. Я встал сегодня утром рано, пошел на работу, заварил себе чай. Потом я весь день работал. Типа такого, грубо говоря. И зато снимается это очень круто. На фоне красивой девушки, тачки. И ты заезжает. Молодежь любит такой, ну, дурки такие смотреть. У меня такие были идеи тоже. То есть, все-таки картинка важнее, да, чем текст? Нет, и текст тоже, и текст, и музыка тоже решают вообще. Как бы восприятие самого музыки. Если плохая музыка, ты же его не будешь слушать. А тут и хочется еще раз послушать. Еще раз, еще раз, еще раз. Ну, музыка тоже решает. Слова тоже все-таки, как бы, они, да, глупые. Но все равно из-за этой глупости именно хочется услышать еще раз эту песню. Именно из-за того, что контраст таких вот дурацких слов и... Да, контраст такой именно. Такой картинки, да? Да, музыка крутая, клип крутой. И слова там вот такие. А свои идеи, которые я не хочу свои рассказывать. Я надеюсь, в дальнейшем увидите в Ютубе, там, в Инстаграме я буду вылаживать, буду кидать ссылки. Увидите еще меня, надеюсь, если не назовочусь. Ну, хорошо. А у КВН какие планы? У КВН сборная Якутская. Мы сейчас летим в Казань. У нас 30 марта одна восьмая в первой лиге. Дмитрий Шпиньков, новый редактор первой лиги. Точнее, не новый, и старый. И новый редактор, это Айдар Гараев, чемпион высшей лиги. Команда КВН «Союз». Но не знаю, сейчас... Кстати, в том году мы тоже играли в первой лиге, но мы играли в Тольятти, городе Тольятти. И сейчас же играем в Казани. Так что другой зритель, я не знаю, все по-другому надеюсь будет. А когда поедете? 30 марта у нас будет. А, поедем туда раньше где-то. Ну, игра 30-го. Игра 30-го будет. Да, игра 30-го. А с кем играете? Уже известно или там на месте? Уже известно. Я, если честно, не читал наших соперников. Уже на месте буду смотреть. На редакторе, может, как-то мы так будем подглядывать. Этими командами. Но все равно, предварительно, когда играешь в КВН, ты все равно оцениваешь своего противника. Смотришь там записи их в Ютубе. Ну, вообще есть шанс у тебя или нет? Да, конечно. Все равно на сравнении все строится. И смотришь свои силы, оцениваешь их силы, оцениваешь. Ну, грубо говоря, вот так вот так. Ну, то есть, вот это вот одна восьмая, как вот в прошлом году вы съездили в Тольятти, продули там одну восьмую, да? Нет, нет, нет. Почему? Это мы в Москве продули в одной восьмой, а потом мы после этого полетели в первую лигу. В Тольятти мы до финала дошли. И вот там вот заняли четвертое место. В финале? Да. Ну, статус в Сочинском фестивале, статус финалист первой лиги, это ого, это довольно-таки серьезно вообще. А, то есть, это не просто так, что ребята поехали? Да, да. В первую лигу попасть еще заслужить нужно очень конкретно, нужно постараться. Мы сколько лет мечтали о первой лиге. Вот так вот. А сейчас играем в первой лиге спокойно. Значит, одна восьмая будет в Казани, а если вы там победите, то... Не-не, так же, весь год будет в Казани. А, весь год будет в Казани. Игры? Да. И после этого уже... Сочинский фестиваль так же. ...пределится победитель, который поедет на фестиваль. Ну, что ж, понятно, ладно, спасибо, что пришел. Вам спасибо, что пригласили. Зовите еще. Всегда рад прийти. Вот, я напоминаю, что это игрок сборной якутской СФО команды КВН и, скажем так, вайнер Виталий Щукин. Угу. Угу. Угу.